Севастополь Газ 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 Они занесены в реестр. В реестре, если этого счетчика в реестре нет, мы его устанавливать и ставить на него пломбу, мы не имеем права. Мы с вами упомянули, что с помощью счетчиков можно гораздо снизить вот эти платежи, которые мы в месяц за коммунальные услуги отдаем. Сейчас, как у многих абонентов, есть счетчики и как многим еще нужно это установить? Ну, я вам скажу, что город Севастополь в достаточной мере оснащен у нас газовыми счетчиками. Все 100% домов индивидуальной жилой застройки оснащены счетчиками, потому что потребление там достаточно большое, отопление индивидуальное. В многоквартирных домах не все. Все, что новые дома, которые сдаются застройщиками, они, естественно, оборудованы узнами учета. А старый жилой фонд, который у нас там с 60-х годов, там, естественно, у людей по старинке просто идет газовая труба уже на газоиспользующее оборудование. То есть это плита, колонка, и там не стоит счетчик. Мы рекомендуем, конечно, устанавливать таким людям счетчик, и они могут значительно снизить свои оплаты за коммунальные услуги. Они также могут нам обратиться с заявкой об установке узла учета, мы всегда выполним ее в кратчайшие сроки. Вы упоминали о том, что если мы хотим проверить, стоит ли уже сделать поверку наших счетчиков, нужно просто посмотреть на счет, правильно? Да. На платежную квитанцию, которая приходит ежемесячно, и там будет указана информация о том, когда подходит межповерочный интервал. Если вы вдруг обнаружили о том, что у вас резко повысились ваши коммунальные платежи, особенно за газ, проверьте, пожалуйста, может, вам действительно приходило уведомление, вы его не дочитали в платежке. Действительно, что делать, если мы посмотрели на счет и поняли, что три года назад нужно было это сделать? Какой алгоритм действий? Тут алгоритм такой. Если три года, естественно, мы не можем проводить сразу же перерасчет за такое большое установленное правило, человек пишет заявление, может подать его в электронном виде и просит произвести перерасчет в связи с тем, что он установил либо новый счетчик, либо просто забыл подать показания. Но если счетчик не прошел, его не снимали для поверки и уже давно прошел межповерочный интервал, он его сдает на поверку, и если он не прошел, весь этот потребленный газ, который у него был начислен, уже перерасчет сделать невозможно. Когда, если человек, если этот счетчик прошел поверку, то тогда мы можем учесть, если не ошибаюсь, за последние полгода можем сделать перерасчет человеку по этим показаниям средства измерения. Как сдать счетчик на поверку? Я так понимаю, ваш специалист придет, все заберет, все, что нужно, сделает. Смотрите, как правило, ну не как правило, есть гражданским кодексом, статьей 210 предусмотрено, что узел учета газа является собственностью потребителя, и мы не вправе с ним делать какие-то манипуляции без каких-то заявок. Человек подает нам заявку, прошу демонтировать мне узел учета. Его демонтируют, и человек должен прийти, его нам принести, либо воспользоваться услугой снятия и установкой, сразу же наш слесарь его снимет, и потом после проведения поверки установит. Но единственное, что мы не можем предугадать, пройдет ли этот счетчик поверку, либо не пройдет. Поэтому мы сначала идем на снятие, а потом уже, когда, если прошла, прошел проверку счетчик, мы тогда делаем установку обратно этого же счетчика. Если он не пошел проверку, естественно, мы говорим человеку, пожалуйста, приобретайте новый прибор учета, это ваша обязанность, и мы его вам установим. Оплачивать все согласно прескуранта. С прескурантом можно ознакомиться на сайте публичного акционерного учета «Севастопольгаз», либо в метрологической лаборатории. А у вас на предприятии, вы сами ведете проверку расчета использования газа? Естественно. Нами была приобретена в этом году новая поверочная установка «АУР-65М» и «Темпо-3». Это тоже достаточно хорошая поверочная установка, которой мы сейчас пользуемся. Мы осуществляем весь спектр услуг по поверке счетчиков. Также еще вторая организация в городе Севастополе – это наш центр стандартизации и метрологии, федеральное учреждение, которое также проводит поверку. Но в связи с тем, что мы являемся и поставщиком газа, и мы оказываем услуги и по снятию, и по установке, людям проще обращаться к нам для этой поверки. У нас квалифицированные специалисты. Срок поверки у нас не длится больше 3-5 дней в связи с очередностью. Естественно, бывают какие-то пики, когда люди приезжают. Чаще всего, когда лето, люди приезжают к себе в квартиры, которые они приобрели на лето, отдохнуть. И вспоминают о том, что счетчик у них то ли работает, то ли не работает, а счета возросли. Естественно, в летний период у нас пик идет по поводу поверки. Но тоже справляемся, поэтому никаких проблем в настоящий момент нет. Но у вас на предприятии идет учет того, допустим, на дом сколько идет расход? Или на каждую квартиру есть? И по квартирной, и на дом. Смотрите, в зависимости от того, как оснащены приборами учета, в том числе и дома. Есть новые дома, которые сдаются. Они, естественно, оснащены у нас замерительным узлом учета, который замеряет общее потребление дома. И в каждой квартире установлен узел учета. И на основании этого мы составляем баланс. Вообще, все, что поставляется гражданам, все ведется в учете. Мы в учете учитываем, сколько нам поступило в город газа. Мы учитываем, сколько потребили промышленные предприятия, сколько потребили наше население, сколько теплоэнергетика потребила. Все учитывается. Без учетного потребления газа нет нигде. Ну а тогда такой вопрос. Если у вас на предприятии вы сами учитываете расход для каждой квартиры, почему гражданам тоже нужны счетчики? Нет, мы учитываем на основании показаний счетчикам граждан. То есть у граждан есть обязанность по постановлению передавать нам показания узлов учета. Они должны ежемесячно на 25 число передать показания посредством автоответчика, посредством личного кабинета, либо посредством приложений наших банков, которые тоже при оплате учитывают. Там можно задать последние показания счетчиков. На основании этого мы заносим в программу нашу последние показания счетчика и рассчитывается потребление за месяц. На основании этого выдается счет. Если человек не подал в течение двух месяцев показания, он автоматически переходит на тариф. И только после передачи новых показаний с тарифа снимается и учитываются новые показания. Если мы обратим внимание на счетчик, можно увидеть пломбу. Расскажите, для чего это нужно? Что она делает? Счетчик — это точный прибор измерения, в который вмешиваться запрещено. Вот от слова совсем. В связи с этим, и это тоже предусмотрено 549-м постановлением, что каждый прибор учета при установке должен быть опломбирован ресурсоснабжающей организацией, которая его установила или приняла к учету. Так вот, приняв этот узел учета к измерениям, что мы измеряем количество пропущенного газа, мы пломбируем, защищаем и себя, и потребителя от стороннего вмешательства. Что кто-то внесет туда изменения, подкрутит, сделает какие-то манипуляции, либо этот прибор у что-то сломается. Если пломбу по каким-то причинам, кто-то делал ремонт, кто-то там не совсем правильно, не знаю, что-либо какие-то манипуляции провел, то, естественно, нужно обязательно, незамедлительно обратиться в Севастопольгаз для того, чтобы вышел контролер, просмотрел и заново опломбировал. Но пломбу трогать нельзя. Пломбировка идет только для того, чтобы мы понимали, что в данный узел учета никто никаких манипуляций не совершил. Также мы знаем, что существует такой прибор, как датчик утечки газа. Насколько он необходим и обязательно ли его ставить в домах? С 2017 года в новых многоквартирных жилых домах и в новых газификациях обязательно установка сигнализатора загазованности. Они действуют по принципу датчика замеры пороговых значений СО и ЦХ4, то есть на метан работают и на угарный газ. Из чего оно стоит чисто технически? Это два датчика на два газа и электромагнитный клапан, который автоматически при срабатывании одного из датчиков либо обоих перекрывает потребление газа. То есть это становится безопасным использованием газа в случае какой-то либо утечки, что-то неправильно сработало, кто-то дым-вент-канал заблокировал, какие-то хулиганы. Всегда сразу же остановится. И, естественно, рисков каких-то жизни и здоровья для наших граждан сразу же становится минимальным. Вот в новых домах 2017 года обязательная установка. Естественно, в связи с тем, что закон обратной силы у нас не имеет, все те дома и квартиры, которые не оборудованы этими сигнализаторами загазованности, их устанавливать не обязательно. Но мы, естественно, рекомендуем, потому что это правильно. Естественно, из-за этого возникает много и людей, нечистых на руку, которые ходят по квартирам и предлагают свои услуги, причем с завышенными в разы суммами. Уверяют, что это обязательно. Уверяют, что это обязательно, и что Севастопольгаз в случае неустановки данного сигнализатора загазованности отключит газ, причем прямо сегодня и сейчас они уже стоят где-то за дверью. Естественно, у нас такое нет. Сама процедура отключения достаточно сложная и прописана в законе и постановлении, что мы должны два раза уведомить абонента о том, что мы его отключаем. Есть исчерпывающий перечень причин, по которым мы отключаем данных абонентов. Поэтому никакого отключения, когда вам такие нечистые на руку люди приходят, уважаемые граждане, не совершается. Устанавливать их в старом фонде или если вам до 2017 года дом построят, не обязательно. Но для того, чтобы вы себя обезопасили при использовании газа в быту, его лучше устанавливать. Рекомендуем. Рекомендуем устанавливать. Это немного затратно в части того, что стоимость такого сигнализатора от 2 тысяч рублей до 4 в зависимости от фирмы, изготовителя и его исполнения, то есть как вы хотите расположить эти датчики. Но, я думаю, его стоит ставить. Но сумм в 20 или 40 тысяч, как приходят эти дельцы, естественно, таких сумм нет. Вот вы действительно упомянули о мошенниках. Даже к нам в редакцию не раз обращались люди, к которым приходили вот такие вот нечестные люди и рассказывали о том, что их уверяли, что их отключат, и что обязательно что-то нужно сделать. Как себя обезопасить? Расскажите, на что обращать внимание? Не устану повторять. Сотрудники ПАУ Севастопольгаз всегда приходят в форме, если это именно слесаря. Если это контролеры, то, естественно, это люди гражданские. У каждого сотрудника ПАУ Севастопольгаз есть удостоверение, в котором стоит оттиск печати ПАУ Севастопольгаз. Вы можете позвонить на аварийно-диспетчерскую службу, либо на телефон приемный, спросить фамилию, действительно работает такой человек. Потому что у нас организован единый контактный центр, в котором также есть все списки наших сотрудников. И каждый человек может удостовериться, наш это сотрудник, либо какое-то неизвестное предприятие. Как правило, сейчас модным стало в городе, вот ходят какие-то люди, сзади у них, в синих костюмах, у них сзади написано «газовая служба». Какая газовая служба? Какого предприятия это газовая служба? Непонятно. Показывают непонятные удостоверения. Наше удостоверение ПАУ Севастопольгаз. Ну что ж, я думаю, теперь наши телезрители вооружены и не доверятся каким-то мошенникам. Я напоминаю, это была программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях был Илья Абласевич, генеральный директор Севастопольгаз. Большое спасибо вам за интервью. И вам спасибо. Всего доброго. Мы с вами увидимся в эфире телеканала ДЭС. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok